приветствую вас друзья в этом видео расскажу вам последние новости мира танков но вначале хочу попросить вас подписаться на вк play life если вы хотите смотреть стримы также во время просмотра можно фармить золото для игры мир танков помимо танков я там стримлю еще больше чем на ю тубе поскольку играю не только в танки сейчас вот гостов сусиму проходим вечером иногда смотрим фильмы так что если хотите подписывайтесь в плане стрима у там движуха у нас самая большая также недавно в группе вконтакте и в телеге я писал о том что требуется на работу два дизайнера если вы дизайнер то можете заглянуть там я все написал ну и переходим наконец-то к миру танков вышел анонс нового режима гонки обновленный можно будет с 9 по 18 августа заценить как леста переделал этот режим всего на выбор будет 4 болида которые будут по разному управляться я на тесте катался на них вам показывал уже но за время теста управление немножко улучшили сделали его приятнее насколько сделали я не пробовал поэтому 9 числа я заценю и вам покажу буду я его проходить там или не буду я еще не знаю если мне понравится можно будет играть если мне не понравится то я прям сильно много в него потеть не собираюсь а туда как обычно прикрутили ежедневные задачи и придется играть каждый день поскольку чтобы пройти весь режим нам понадобится 100 тысяч баллов и каждый день нужно будет выполнять по три ежедневных задачи также баллы можно будет еще получить за первое место 500 баллов за второе 300 за третье место если гонки вы займете получите 150 баллов за пересечение финишной черты 30 баллов если вы не пересекли или афк были то 0 если попали в противника 3 балла таран 5 баллов ускорение 5 щит 5 силовой импульс 5 в общем цепляем соперников приезжаем первые или хотя бы в топ-3 и выполняем ежедневные задачи также во время гонки у вас будут усиления которые можно будет собирать и использовать беглый огонь 3 быстрых выстрела подряд ускорение понятное дело ускорения щит защищает вас но вы немножко теряете в скорости силовой импульс вокруг вас всех расталкивает что можно будет получить если вы пройдете этот режим и зафармите эти заветные 100 тысяч баллов постепенно вы будете получать следующие награды два ключа от контейнера день рождения 2024 20 отмычек кредиты дни према личные резервы бонусы учебные материалы декали 2d стиль ливрея кстати вот он выглядит некоторые заметили что он очень сильно похож на недавний стиль где башня рыженькая жопка нет также можно будет получить 4 гонщика с нулевым перком боевое братство без озвучки и можно будет выбрать им нацию и даже специальность не люблю вот этих вот всяких там подарочных членов экипажа которые допустим могут быть только командирами еще и определенной нации поскольку они у меня потом адами сидят там не используются это немного не очень этих можно будет сразу пустить в дело это хорошо также еще про ключи по сути теперь коробки это ключи поскольку коробки у нас бесконечное чтобы открыть коробку нужен ключ можно будет зафармить в этом режиме пару ключей ну и как обычно покупать их за золото можно будет ну и понятное дело я думаю за деньги тоже также у нас еще будут отмычки у отмычки шанс открыть коробку 10 процентов то есть очень маленький шанс очень редко но иногда будет открываться коробка эти отмычки мы будем видимо получать в достаточно большом количестве но вот с них все равно будет редко что-то открываться но все равно я так понимаю это будет что-то халявное а вот ключ открывает сто процентов завтра нас ждет полноценный анонс и куча информации про обновленные коробки с этими всякими отмычками и ключами там мы подробно и поговорим та же новость про нарушителей забанили почти 18 тысяч игроков которые катались запрещенными модами также 6 августа будут внесены изменения в действующие правила появится блокировка учетной записи на 30 дней за первое нарушение предупреждение и блокировка аккаунта на 7 дней за второе нарушение предупреждение блокировка аккаунта на 30 дней и если вы третий раз нарушите правило и будете катать запрещенными модами то вас заблокируют навсегда это будет пермач и бессрочная блокировка аккаунта если что я Я пользуюсь модпаком про танки, всю историю сколько я играю в танки, ставлю очень маленькое количество модов после боевую статистику, также свободную камеру в реплее, чтобы иногда полетать и поснимать что-то красивое, также мод на отметки, а также цветные декали попадания снаряда, чтобы лучше было видно куда мне попали, куда я попал. В принципе больше моды я никакие не ставлю, остальные я в них не вижу никакого смысла. Еще бы я добавил в запрещенные моды XVM, чтобы люди больше обращали внимание на карту, на то что происходит в бою и играли на полную силу против всех. Да к тому же это лишняя нагрузка на компьютер, зачем ее делать я без понятия. Это лично мое мнение, если вы с ними согласны, то это дело ваше, я просто высказал свое. Ну и последнее о чем поговорим, у нас снова обновился таймер до релиза 11 уровня и там появилась новая картинка, опять звездное небо, 10 вопросиков, которые у нас находятся на каких-то звездочках, опять в форме какой-то непонятной штуки-дрюки. В прошлый раз там похожее было созвездие, люди разгадывали что это, всякие там скорпионы или еще какие-то и там даже танк был какой-то, то ли французский, то ли что-то там легкий, который тоже называется так же как созвездие, я уже забыл как там оно называется, не суть важна. И возле этого созвездия пририсовали у нас еще на одной звездочке римскую цифру 11 и люди разгадывают что это такое, что это за ребус, что он из себя представляет, какие есть предположения, количество танков 11 уровня, какая-то ветка до 11 уровня, ЛБЗ 3.0, в общем люди набросали что попало, как вы думаете что это вообще такое. Следующее обновление информации будет 15.08, то есть не скоро и в целом на этом таймере, на странице с этим таймером больше другой информации теперь нет. Рассказывали что здесь будет вся собираться информация, но сейчас здесь кроме вот этого созвездия нет ни черта. Круто собирали-собирали подробности и в итоге что мы видим, что здесь ничего нет, просто одна картинка со звездочками и все. Сохраняйте себе там эту страницу, здесь будет все собираться. Ага, понял, сохранил и тут что? Просто одна картинка, все что было, все удалили. Гениально. В принципе это вся информация, которую я хотел вам рассказать. Через день, через два расскажу вам про новые контейнеры, которые должны скоро появиться, поскольку 9 числа у нас уже появляется режим с гоночками, в котором есть ключи от новых контейнеров. Поэтому я думаю, что контейнеры должны появиться либо до 9 числа, либо 9, но уже должны скоро появиться. Там нас будут ждать танчики премиумные, я думаю там будет очень много новых интересных танков. Вместо тех затычек, которые были на тесте, я уже об этом рассказывал в одном из прошлых видео, что зрители были правы насчет затычек. Поэтому ждем, посмотрим, что там будет интересного в новых контейнерах. Я правда не собирался их покупать, поэтому я не знаю, что с этим делать. Не забудьте подписаться на VK Play Live. С вами был Варчик, Горать красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok